МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рискует получить до трех лет тюрьмы. Пропавших накануне лесосибирских 13-летних девчонок нашли в лесу. Они живы. При этом родители об исчезновении детей не заявляли. Сначала школьницы на автобусе уехали к подруге в поселок Колесниково. Там переночевали, а утром пропали. Прокуратуре сообщили, что девочки поругались с матерью. На поиски был поднят весь личный состав местной полиции. Детей нашли в лесном массиве, и с ними все хорошо. Полиция выясняет причины пропажи. На Мичурино сгорел КАМАЗ. Судя по видео, пожар распространялся быстро, а дорогу заволокло едким дымом. Водители вынуждены были останавливаться или проезжать мимо на минимальной скорости. На месте работали две пожарные машины. Причину возгорания выясняют. В Емельяновском районе у деревни Худоногово на Енисей обнаружено масляное пятно. Происшествие сообщили местные рыбаки. В пресс-службе ГОМЧС сообщают, что площадь пятна всего 25 квадратных метров. На место выезжали спасатели, чтобы обработать сорбентом места скопления нефтепродукта. Источник загрязнения пока не установлен. В ГИБДД предупреждают о движении огромных автопоездов по территории региона. В ночь с 10 на 11 сентября из Красноярска в сторону Тайшета выйдут три транспортных средства с крупным грузом. Трубами и металлоконструкциями. Ширина автопоезда почти 7 метров, длина 24. Для безопасности при движении будут использованы автомобили прикрытия и патрули госавтоинспекции.